Здравствуйте. Продолжаю обзоры средств защиты растений от вредителей. На этот раз хочу рассказать об очередной новинке, препарате недавно одобренном для использования в личных подсобных хозяйствах. Это инсектицид твинга евро, который предназначен для борьбы с основными вредителями яблони, такими как цветоед, плодожорка и различные листоверки. Это комбинированное средство, содержащее сразу два действующих вещества в форме масляной дисперсии. Первое действующее вещество это ацетомеприд, неоникотиноид, содержится его 45 грамм на литр. Он является основным действующим веществом таких известных инсектицидов, как маспилан и стажар. А второе действующее вещество дифлубензурон, относящийся к классу ингибиторов синтеза хитина, знакомый многим по такому препарату, как герольд, основным действующим веществом которого оно является. Вот в твинга евро его содержится 180 грамм на литр. Выпускается твинга евро компании Щелково Агрохим в пластиковом флаконе объемом 1 литр и канистрах объемом 5 и 10 литров. К сожалению, на момент съемки этого ролика весной 2023 года в продаже встречались только большие канистры на 5 и 10 литров. Надеюсь, что со временем, поскольку этот препарат, как я уже сказал, недавно разрешен для личных подсобных хозяйств, садоводам будут доступны более мелкие фасовки. Этот препарат будет в них продаваться официально. Но пока, к сожалению, доступны только большие канистры и даже в ручной фасовке его приобрести мелкой невозможно. Основные достоинства твинга евро. Первое, это сочетание двух действующих веществ с абсолютно разными механизмами действия и характеристиками. Ацетомеприд, например, убивает вредителей довольно быстро во взрослом состоянии. А дифлобензурон, он действует гораздо более, имеет пролонгированное действие и уничтожает, прежде всего, вредителей на стадии яйца и личинки, не давая им пройти линьку и перейти вот в следующую возрастную стадию. Второй плюс, это мощное воздействие на все стадии вредителя, включая яйца, за счет сочетания трансламинарного и системного действия, а также масляной формуляции, которая способствует лучшему удержанию и проникновению препарата в листе. Третье, это быстрое и продолжительное действие. Препарат начинает работать уже через час после обработки. Основные вредители, взрослые, погибают примерно в течение суток после обработки, а защитный эффект длится от двух до четырех недель. Четвертое, отличные показатели по безопасности и экологичности. Твинго, евро мало опасен для человека, животных, дождевых червей и, что очень важно, для пчел, что крайне редко встречается среди инсектицидов вообще. К тому же он не фитотоксичен, безопасен для растений, не вызывает резистентности привыкания у вредителей и в окружающей среде разлагается всего за несколько дней. Ну и последний, пятый плюс, это хорошая баковая совместимость. Твинго, евро совместим практически со всеми средствами защиты растений, за исключением сильно щелочных и серосодержащих. Недостатков у твинго, евро я обнаружил всего три. Первый, это узкая сфера применения, согласно регламенту. Наверняка она шире, но вот никаких данных об этом в официальной инструкции не указано. Второй недостаток, это плохая устойчивость этого препарата к дождю, весьма посредственная, потому что обрабатывать им рекомендуется как минимум за 4 часа до начала осадков или какого-то активного полива. Ну и третий, пожалуй, главный недостаток, это очень плохая доступность этого препарата для садоводов. Как я уже отмечал, минимальная официальная фасовка у него, это один литр и та в продаже не встречается. Продается в основном в 5-литровых и 10-литровых канистрах, которые для садоводов естественно избыточны. Остается надеяться только на то, что вскоре он появится либо в ручной фасовке, либо в какой-то официальной, более мелкой фасовке. Срок годности твинго евро составляет 2 года. Хранить можно при температуре от минус 15 до плюс 35 градусов. Инструкция по применению для твинго евро очень простая. Разводим 10 миллилитров препарата в 10 литрах воды, опрыскиваем из расчета 1-5 литров рабочего раствора на дерево или 6-12 литров рабочего раствора на сотку. Обработки проводим дважды за сезон, в период обособления бутонов и в период вегетации, не позднее, чем за 28 дней до сбора урожая. Итоги обзора такие. Твинго евро это прекрасное средство для борьбы с вредителями на яблони основными. Очень эффективное, безопасное, с длительным периодом действия. В общем, у него масса достоинств и вот один существенный недостаток. Тот, что в продаже этот препарат для садоводов практически недоступен на момент съемки этого ролика, повторюсь, на весну 2023 года. Если же все-таки этот препарат станет доступнее, появится в продаже, всем советую его приобретать. Однозначно могу его рекомендовать для садовой аптечки. А пока приобретайте Маспилан Стажара Герольт по отдельности и делайте такую баковую смесь самостоятельно. Получится, может быть, чуть хуже, но практически то же самое. Такая же эффективная смесь, как твинго евро. На этом сегодня все. Надеюсь, ролик этот был вам интересен. У нас будут еще интересные ролики на канале. Оценивайте нашу работу лайками или дизлайками, задавайте вопросы, комментарии оставляйте. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok